Также ученые говорили, что богобоязнь – это что? Это по мере возможности то, что тебе запретил Всевышний. Ты должен этого отдаляться, оставлять, и то, что тебе Всевышний приказал, ты это должен выполнять. Также спросили у Ибн Умара, такой был сподвижник, Ибн Умар, это был второй халиф после Абу-Вакара, и у Васин тоже был потом халиф, Ибн Умар. Его спросили, что такое богобоязненность? Он красиво ответил, когда ты не думаешь, что ты лучше друг, То есть бывает человек, он думает, вот когда пророку Мухаммаду, саллаху алейсаляму аль-Ассаляму, описали одного человека, очень набожный, очень богобоязненный, молитва его такая прекрасная, и посланник Аллаха, саллаху алейсаляму, сказал, «Лаа арьфу, я его не знаю, кто это, покажите мне его». Когда посланник Аллаха, саллаху алейсалям, сидел с подвижниками, вдруг этот человек заходит, и тогда с подвижниками говорят, «Вот он, посланник Аллаха, мы его имели ввиду». Пророк Мухаммад посмотрел на него и говорит, я вижу в его лице след отпечаток сатаны. Потом он к нему подошел и спросил вопрос, задал, ответь мне честно. С именем Аллаха прошу тебя, ответь честно. Когда ты заходишь в мечеть, есть ли у тебя внутри такое понимание, что ты лучше других? Он говорит, да, бывает. Это уничтожение. То есть когда человек, он думает, что он лучше других, другие хуже его и так далее. Вот это тоже есть уничтожение, сам себя губит человек. Поэтому тоже одно из определений богобоязненности, когда человек, он себя не считает лучше других, не считает и выше других и так далее. Альхамдулля.